Найти работу для Елены сейчас нет ничего важнее. В компании, где она недавно занималась делопроизводством, произошло сокращение. Тогда встала на учет на бирже труда. У нее высшее экономическое образование, два красных диплома колледжей и огромное желание найти достойное применение своим способностям. Четвертый раз я стою, три раза меня устроили. Дело в том, что с двух предыдущих работ меня просто сократили. И происходит сокращение не человека, а вакансии. То есть, чтобы не обижать, они делают такую хитрость. На ярмарке в вакансии для людей с ограниченными возможностями сегодня работу предлагают более 20 предприятий Нижнего Новгорода. На рынке труда нужны врачи, инженеры, швеи, охранники, товароведы, ювелиры и десятки других специалистов. Зарплату обещают от 9 до 59 тысяч рублей. Главпочтам нуждается в операторах связи. На продавцах, почтальонах, сортировщиках. У нас заквотировано около 40 вакансий для инвалидов. У нас есть работающие инвалиды. Это порядка 30 человек. Соответственно, сейчас где-то 10-15 человек мы еще готовы трудоустроить. Сегодня в области проживает 316 тысяч людей с инвалидностью. Из них работают лишь 18 тысяч. По словам руководителя Управления службы занятости, со следующего года меняется подход к трудоустройству инвалидов. Биржа будет подбирать вакансии не только тем, кто стоит на учете, а всем, кто в трудоспособном возрасте и может работать. Мы уже начали, в принципе, сейчас информирование, что мы эту работу разворачиваем. Ведется персонифицированный учет. Ну а дальше определим пути. Выработаем дорожную карту. На ярмарке вакансии предлагают не только работать здесь и консультировать по юридическим, социальным, психологическим вопросам и предлагают учиться. Раньше была юридическая грамотность, экономическая грамотность и основные компьютеры. А еще мы каждый год добавляем какую-то новую новинку, изюминку. И вот в этом году решили добавить основы предпринимательских действий, чтобы люди могли самостоятельно, то есть частным делом каким-то заняться, то есть у кого-то хобби свое, то есть это реализовать. То есть программа называется «Статус онлайн». Мы обучаем вообще абсолютно бесплатно, то есть всему. Александр впервые пришел на такую ярмарку вакансии. Он закончил училище, компьютерные курсы, ищет работу программиста. Денег не хватает с пенсии, то есть чтобы жить более комфортно, конечно, работа необходима. Здесь Александру сделали сразу несколько предложений. Программисты на рынке труда требуются. Всего же в этом году за помощью в поиске вакансии обратилось полторы тысячи человек с ограниченными возможностями. Трудоустроено ровно половина.